В Самаре идет подготовка к параду памяти. В 41-м году Куйбышев получил статус запасной столицы. В город на Волге было эвакуировано более 40 заводов со всей страны. 7 ноября 1941 года в Куйбышеве состоялся крупнейший военный парад. Шествие в этот день проходило также в Москве и в Воронеже, чтобы поднять боевой дух советских людей. Парад в Куйбышеве, кроме прохождения войск и боевой техники, включал еще и воздушную часть. В небе над городом пролетели 233 самолета, истребители, бомбардировщики, штурмовики. Также парад в запасной столице был самым многочисленным. В нем приняли участие 25 600 человек. В память о тех событиях в Самаре проводят парад памяти. В этом году он состоится в 14-й раз. Губернатор Вячеслав Федорищев на заседании Оргкомитета, посвященном параду памяти, отметил, что он является одним из самых значимых патриотических проектов современной России и призвал подойти к его подготовке творчески. В этом году ключевая тема – наша семья, наша победа. К проведению парада привлекут новых участников. Также будут охвачены разные регионы и страны. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что семья – это не просто основа государства и общества, это стержень нравственности. В параде памяти примет участие герой России Иван Жарский. Когда боец был юно-армейцем, он ходил в составе патриотического марша в Самаре. Иван управляет батареей противотанковых управляемых ракет, уничтожил немецкий танк «Леопард» и американский «Брэдли». Также в этом году впервые в истории парадные расчеты будут сопровождать музыковое исполнение Центрального военного оркестра Минобороны Российской Федерации. Я помню, когда в 1975 году, уже очень далеком, я был еще маленьким ребенком и с дедушкой приехал сюда на площадь Славы. И здесь 9 мая 1975 года было море, был океан участников Великой Отечественной войны. Это были тогда еще молодые люди, там, да, где-то там вокруг 50 лет, здоровые, полные жизни, в боевых наградах. Они излучали такую жизнерадостность. Это был праздник, объединявший людей, которые прошли дорогами войны и одержали вот эту историческую победу. И сегодня, конечно же, придет время, когда на этой площади появятся уже потомки наших героев, которые уже сегодня заслужили ордена. Многие из них повторяют подвиги своих дедов, своих прадедов. И мы ждем этого Дня Победы. В рядах вооруженных сил нашей страны воюет геройские, в общем, много наших земляков. Поэтому вот эта связка, да, вот эта патриотическая, да, которая и есть, корни наши, они вот идут из Великой Отечественной войны, да, в день сегодняшний. И без, конечно, патриотической работы, которая у нас проходит в образовательных учреждениях, в трудовых коллективах, конечно, представить наше общество вот, да, с такой любовью к родине, с патриотизмом невозможно.